Саламу алейкум, Вахматулла, шейх. Саламу алейкум, саламу алейкум. С вашего разрешения, хотели бы задать вопросы. Да, пожалуйста. Значит, женщина по семейным обстоятельствам без таляка ушла из дома. И значит, муж около двух лет не приезжал, ее не искал. Она обратилась к имаму и он их развел. И она опять потом замуж вышла, спрашивает, нужно ли было брать таляку первого мужа, если муж не приехал, не искал ее. Бисаммур арахмаммур арахим. Альхамду ла вахду, ва салату, ва саламу аля, мэлла, наби, абад, амма баад. Саламу алейкум, ва рахматулла, варикату. Что касается насчет отношений между мужем и женой, конечно, это проблема. Бывают моменты, да, она ушла, конечно, она не права в этом поступке. Ну, есть, конечно, исключения. Надо ее тоже понять. Может быть, моменты, там уже другой, там дороги не было у нее. Ну, хорошо, она пришла, два года она жила. Как он вообще не интересовался? Нет, не искал. Хорошо, надо было хоть близкие, ее близкие, хоть его там близкими отношения держали бы, спросили бы. Даже это не было? Нет. Ну, по вопросу видно, что... И потом она пошла имаму, и имам их развел. Но это кады делает, если так посмотреть, это кады делает. Кады – это прокурор, исламский прокурор. Кады – это его обязательности. Но в любом случае, надо было так делать, конечно. Надо было отправить ему весть. Хоть родственники зашли бы тему, объяснили бы, ясно было бы, а потом сказали бы, конечно, надо было талак взять все-таки. Что он сказал талак. Ну, конечно, есть в этом тоже исключение. Просто, знаете, это так свободно, невозможно ответить. Потому что надо узнать обоих сторон, как был, как, что сделали. А в общем, в общем, ну, если имам талак сделал, хей, иншаллах. Да. Значит, брат спрашивает, что один раз мы вот вам задали вопрос, что у него мать есть, она говорит, что учился в институт, поступил, хорошую работу, чтобы было. А сын говорит, что нет, я тоже сначала хотел так, но потом я захотел поехать требовать знания. В этом случае вы сказали, что нужно поступать по ситуации. Например, в такой ситуации, если мать говорит, нет, пойди работай, а я хочу требовать знания, что делать. То есть он не нуждается в матери, он может себя обеспечить. Что в таком? Ну, надо посмотреть, знаете, почему, по какой причине мать говорит. В любом случае родители, надо родителям слушаться. Надо слушаться. Знаете, это так невозможно опять ответить. Потому что это надо посмотреть. Если там есть нужда, там нету талиба или эльма, если вы отдельно живете, можете идти тогда. А если талибу, эльма много, лучше, конечно, мать слушает. Аллах Алим. Брат спрашивает, в одной из стране он живет. Особенно, если она нуждается в себе. Значит, брат спрашивает, в одной стране он живет, мусульманский, и говорит, что в некоторых мечетях не соблюдает дистанцию, не надевает маску, хотя на государственном уровне говорится, что надо так делать. Нужно ли пойти говорить имаму, что вот скажи... Ну, конечно, дин-ан-на-сиха пророк саллаху салям сказал. Религия наставлений, ислам наставления. Хороший путь. Конечно, надо имаму сказать, потому что проблема есть, проблема не ушел. Надо остерегаться, братья, не надо расслабиться в этом. Не надо. Может ли брат с сестры быть опекуном Вали, но он не соблюдает религию? Брат с сестры, да, конечно, может. Потому что он Вали. Вали кто? Отцовская сторона, девушки. Отец, брат, дядя, отцовская сторона. Да, он может быть. Если не соблюдает, в любом случае, то, что он намаз не делает в этом теме разогласия между учеными. Поэтому пусть будет он Вали. Да. Значит, брат спрашивает, он совершил дома фарс-намаз, пришел в мечеть, а там только начали совершать намаз с опозданием. Что делать в таком случае? Присоединиться к ним? Вместе с ними совершить? А он дома сделал ты намаз? Да, он дома совершил. Ну, может, да, присоединиться. Просто дома, который сделал ты, это фарт будет считать, а это нафиля. Да. Значит, сестра говорит, что может ли она изучать фикх, а вот акиду оставить, потому что у нее в намерениях, когда она выйдет замуж, вот тогда она и основы изучит с мужем. Не, первая акида. Вы делаете параллельно, держите, потому что Аллах смотри, говорит, фа'алямэннху ла айла ахилля ла. Первый знай ла ахилля ла. Это первый знать, акида надо изучать. И параллель фикх. Конечно, фикх тоже должен быть. Как омовение взять, как намаз по сути, это фикх. Это должны знать. Поэтому параллельно надо, параллельно, да. Можно ли заниматься сетевым маркетингом, рекламировать товар какой-то через соцсети, получать от этого процент, при этом не обманывая и не давая ложных обещаний? Если это ложь не будет, то маркетинг, иншаллах, в таких случаях ничего. Рекламу можно сделать. Но самое главное, что не было лжи, привлечений и так далее. В каких случаях можно проявлять толерантность, то есть терпимость к ному, мировоззрение, образ жизни, поведение, обычаи? Ну, отношения к других религиям. Как пророк, салаллах, у него был сосед еврей, когда он заболел, он пошел к нему зярость сделал. Навестил, конечно. Но это все, это отношения с даватом. Намеренно давата должен быть. Да. Значит, брат занимается ремонтом спецтехники. Он спрашивает, можно ли снимать видео уроки? То есть он сам себя будет снимать для продажи. Ну, рекламу можно сделать. Как мы сказали, что не было лжи и так далее. Если товар, это нормально соблюдать. Шарятский, там, нету против шариата без музыки, без ничего. Там говорит, что свой товар нет проблем. Ишаллах. Это правильно. Да. Значит, один брат спрашивает, что я простой джахер, слушаю лекции наших требующих знаний, и спрашивает, что он хорошо талхит не знает, но может ли он призывать людей к тому, что вот тот, кто не читает намаз, не является, является мусульманным. Мясо животного зарезано, например, христианами можно кушать. Харититы суфистами незабудшие. Вот эту тему он может говорить, а при этом не знает талхит? Нет. Талхит, это когда, как это знает, и талхит не знает. Там два вида знания. Есть в общем знать. Это каждый мусульман обязательно. И есть по пунктам. Конечно, если ты вовсе знаешь и знаешь какие-то моменты, давать делай то, что знаешь. Конечно. Давать делай то, что знаешь. Это можешь сделать. Но с каким-то ограничением, конечно. Не надо сразу там выйти, там уже уроки давать, там уже фетвы давать. Не надо, не надо. Вот сейчас это большая проблема. Да. Значит, брат занимается частной деятельностью, и он не платит налоги. А сейчас вот государство, вышел закон, что детям вот дается пособие и так далее. Но для этого нужно, чтобы ИП был, то есть, чтобы он платил налоги. Можно ли, чтобы он какой-то маленький? В каком-то мере, да. Особенно, если налоги обязательны и нарушают за это, может попасть. И тогда ты можешь давать, да. В каком-то мере, да. Нет, он не дает налоги вообще. А сейчас вышел закон, что детям дают деньги. И за это, чтобы попасть, дал налоги, и чтобы ему государство деньги дало. А так он уходит от налогов? Да, да. Он не платит налоги. Там у него нету проблемы, что могут поймать и так далее. Интересно. Нет, он частная деятельность. То есть... Но все равно, все равно налоги они должны дать по закону их. Я не знаю это. Надо спросить шейхов. Я не знаю это. Не смогу сказать. Да. Сделайте наставление тем, кто ослаб в религии, не общается с братьями, не посещает намазы, джума, не требует знания. Что может? Ну, наставление ему, что пусть первый, сам первый делает тобу. Потому что уйти от джамата это слабость. И он самый первый вред дает себе, не джамату. Себе, конечно. Это что значит? Это значит, что шейтан против него сильный стоит. На грехи ему идти. Легче открываются дороги. Трудности появляются в поклонениях. Это один из причин отделиться от джамата. Не изучать религию. Это большие причины. Поэтому советую конечным братьям, те, которые расслабились, нельзя. Не надо расслабиться. Надо быть сильным и идти вперед. И все. Да. Хизбит и Хариджит выставили запись «Шейх Гуниерман хвалит у Львана». И преподносится как будто Гуниерман большой ученый. Вот он сказал «Все, теперь можно слушать у Львана». Это у Львана Хариджит, такфирист, а Гуниерман вообще непонятный. Кто иногда встает такфиристом, защищает их, кто иногда говорит, я то бы сделал, я не знаю про него. Но даже я, когда учился в Медзине, тогда я уже слышал, что у него есть проблема. Кто у Львана хвалит, это уже проблема. Да. Брат спрашивает, во время гусля, после того, как помыл половые органы, может ли он просто облиться водой или можно использовать шампунь, мыло во время гусля? Во время гусля можно использовать шампунь, ничего, нет проблем. Это заходит чистоту, нет проблем. В наше время разрешено ли иметь раба или рабуня? Нет такого. Нет сейчас рабов. Да. Если человек принимал психотропные препараты и под предпоследствием совершил самоубийство, считается ли он самоубийством? Нет. Если он не был в себе, когда в таком ситуации бывает человек, то, что он делает, это не пищется ему. Да. Это все? Алейкум, салам, лавракат.